Герои нашего сюжета относятся к категории людей с ограниченными возможностями здоровья. На протяжении нескольких лет они испытывали трудности с трудоустройством, так как не все работодатели хотели брать их на работу. Сталкивалась, да, было такое. Срочно у них, как говорится, нет работы. Инвалиды – это такие же члены общества, как и мы с вами. Они не виноваты в том, что у них так сложились жизненные обстоятельства. Как и все люди, хотели бы принимать участие в общественной жизни, устроиться на работу, приносить пользу. Поэтому частые отказы в приеме на работу инвалидов рассматривались как неприкрытая дискриминация. Мощным толчком в разрешении этого вопроса стало принятие законодательных актов федерального уровня и в регионах Российской Федерации, установившие правила квотирования рабочих мест для инвалидов. Контроль в этой сфере возложен на органы службы занятости. В основном все предприятия выполняют квоты. Если появляется свободная вакансия, то работодатель выставляет вакансию в Центр занятости, и мы туда, соответственно, направляем данных граждан для трудоустройства. Для предприятий и организаций, расположенных на территории Сахалинской области, где работают 35 и более сотрудников, обязаны предоставить квоту 2% от общей численности. В Невельском районе 30 юридических лиц вошли в список тех, кто обязан предоставлять рабочие места для инвалидов в счет квот. На них работают всего 38 инвалидов. Из них 31 инвалид в счет квоты. Так, благодаря действию законов, защищающие права инвалидов, Валентина Бочкарева получила трудоустройство в администрации Невельского городского округа. Я убираю клумбы, мою лестницы, мою фрамуги, обязую. Но работа тяжелая для вас? Нет, работа не тяжелая, работа не тяжелая. Мне, в общем-то, наоборот, чуть что меня спрашивают, там, может, голова у тебя болит, может, здесь идут на уступки. Алина Буланова уже год работает билетным контролером в кинозале районного дома культуры имени Невельского. Здесь условия хорошие. Работодатели хорошие, коллектив хороший. Вы не жалите меня? Нет, нет, вы что? Работа замечательная. Дарья Шилкина получила временное трудоустройство в заведении общественного питания. Служба занятости предложила мне эту работу в качестве кухонного рабочего. Мы там искали подходящую работу, чтобы немножко на заработке немножко подработать. У нас обязанности заключаются в том, что мы должны следить за порядком кухни. Например, мытья посуды, уборка на кухне и просто чистить всякие овощи, фрукты. Это один из примеров, когда предприниматель идет навстречу людям с ограниченными возможностями и принимает их на работу, а взамен от государства получает субсидию. Когда работодатель берет граждан с ограниченными возможностями, и ему, работодателю, возмещается заработная плата, включая налоги, из областного бюджета. Люди с ограниченными возможностями могут работать в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, которую им выдает медико-социальная экспертиза. Мы тесно сотрудничаем с этим бюро. Вот в этом ежеквартальном мы проводим заседания совместные, на котором мы рассматриваем инвалидов на возможности их трудоустройства, профессионального обучения, может быть, открытие индивидуальной деятельности своей. И в соответствии с программой они трудоустраиваются у нас на те места, которые им рекомендованы. В этом году в Невельский центр занятости населения обратилось 16 человек с ограниченным здоровьем. Из них 11 получили трудоустройство. Виталий Войко, Евгений Романенко, Невельские новости.